Телеком Союз остается в будущем с убытком Телеком Союз остается в будущем с убытком выделенных денег оказалось недостаточно газеты Коммерсант номер один от 9 января 2019 года, из ТР, 8 большую часть поступивших от продажи пенсионных активов средств финансовая группа, ФГ, будущее направила на помощь НПВ Телеком Союз. Однако полученные фондом за 9 месяцев убытки почти в два раза превысили финансовую помощь. К тому же НПВ требуется пополнение ликвидности, указывают эксперты. Поэтому с большой долей вероятности клиенты фонда, среди которых сотрудники Почты России и Ростелекома, вновь, как и год назад, получат убытки по своим добровольным программам. ФГ будущее оказало принадлежащему НПВ Телеком Союз безвозмездную финансовую помощь в размере 4,4 миллиарда рублей. Эту информацию группа раскрыла в конце прошлого года. Решение было принято Советом директоров ФГ 26 ноября, а сама сделка была совершена спустя месяц, 28 декабря. Телеком Союз оказался наиболее пострадавшим фондом от проблем, которые возникли в ФГ будущее во второй половине 2017 года, смотри-офф от 1 декабря 2017 года, и которые наиболее явственно проявились в прошлом году, смотри-офф от 30 августа 2018 года. Если по итогам первого полугодия 2017 года активы фонда составляли 34,6 миллиарда рублей, то на конец третьего квартала 2018 года, всего 22,3 миллиарда рублей только за 9 месяцев прошлого года НПВ получил убыток от инвестиционной деятельности в 7,9 миллиарда рублей. Вместе с тем на обязательства по НПО приходится 93% всех обязательств фондов, причем количество клиентов фонда превышает 300 тысяч человек. По итогам 2017 года фонд уже разнес по их счетам убыток в размере 0,8%. По итогам 9 месяцев 2018 года, согласно данным ЦБ, убыточность размещения пенсионных резервов составила 31%. И кредитное качество активов, находящихся на балансе фонда на тот момент, оставляло желать лучшего. Так, из 8,5 миллиарда рублей облигаций, находящихся на балансе Телеком Союза, лишь менее четверти имеют какой-либо кредитный рейтинг. Большинство остальных бондов, это с высокой долей вероятности мусорные облигации, рейтинги которых были отозваны, но которые сохранились на балансе НПВ, полагает руководитель департамента финансовых рейтингов НРА Карина Артемьева. По мнению госпожи Артемьевой, 4,4 миллиарда рублей безвозмездной помощи, оказанные основным акционерам, не смогут нивелировать убыток, полученный фондом в прошлом году, и НПВ, вероятнее всего, его часть придется разносить по счетам клиентов. Тем более, учитывая состав активов, часть из средств, выделенных ФГ, возможно, придется направить на поддержание ликвидности НПВ, чтобы фонд продолжал выплачивать пенсии и рассчитываться с уходящими клиентами, считает аналитик. Если ФГ Будущее хочет в дальнейшем развивать пенсионный бизнес, а Телеком Союз — это последний актив, которым группа владеет почти полностью, то внесенных 4,4 миллиарда рублей недостаточно. Дыра в фонде значительно больше. Если же цель, например, подготовка к последующей продаже, то, может быть, этой суммы вполне достаточны для согласования с потенциальным покупателем и нынешними крупнейшими вкладчиками, считает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Юрий Нагин. В ФГ Будущее, Телеком Союзе, Почте России и Ростелекоме не ответили на запросов. Илья Усов.